Приветствую вас. Давайте попробуем ответить вам на вопрос, который вы задаете. Итак, почему я вроде бы хочу общаться с парнями, но когда речь доходит до встречи, хочется испариться. Вы говорите о страхе близости с мужчинами. Вы говорите о сверх мотивации быть мужчиной. Ну, просто вот сверх мотивации быть человеком. Вот. То есть, вы говорите о том, что, ну, для вас это очень важно, видимо, находиться с мужчиной, быть с ним. Вот. Вы говорите об отсутствии неких, даже не неких, а довольно конкретных точек соприкосновения между ну, мужчинами. Вот. вот. А-а- и вы говорите о о том, что ну, между вами, собственно, игра очень а-а-а-а... мало 목ил. И, собственно, из-за этого вы и боитесь все ваше общение с мужчинами. Оно представляет из себя некую лотерею и некую игру. И в этой игре, конечно, всегда есть проигравший и побежденный, и победитель. Дальше. Вы пишите кое-как, заставляя себя пойти, во время этого чувствуя себя комфортно. Но ни разу не было, чтобы познакомившись в интернете, получалось потом дальше общаться. А для чего, собственно говоря, вы вообще знакомитесь в интернете, что не слава вам? Зачем? Почему бы не знакомиться в реальной жизни? Почему бы не в реальной жизни не заниматься тем, что вам, например, нравится? Тем, что вам, например, по душе, тем, что вас привлекает? Вот. И по ходу этого уже встречать людей, с которыми у вас было что-то общее. Я влюблялась раньше только безответно. Безответная любовь есть идеализация и попытка реализовать свои желания, попытка что-то доказать кому-либо. и в этом смысле требуется раскрыть природу вашей влюбленности. Также безответная влюбленность, то есть не взаимно предполагать, что вы направляете свои чувства на того, кто вам ответить не сможет влюбленности, а значит и отношения, как скажешь, не состоится, а значит вам нравятся те, кто не способен на отношения с вами, а значит вы от чего-то, опять же, себя защищаете. Дальше. Сейчас не влюблена ни в кого, но влюблена ровно до того момента, пока могу помечтать и пофантазировать. Но опять же, идеализация. Как только реже доходит до того, чтобы написать, заговорить желание пропадает. Это и есть страх близости, плюс неуверенность в том, что вы человеку, условно говоря, ну, скажем так, презентуете. Так, значит, боюсь дальше думать, что это может значить. Это значит только то, что вы боитесь близости. Это значит только то, что вы не уверены в себе. Это значит только то, что у вас из вашей вот семейной среды идет некий такой запрет на формирование отношений. Вот. То есть вы всеми силами себя защищаете от возможностей и вы можете построить какие-либо отношения. Вот. Всеми силами вы себя от этого защищаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, выбирайте психолога, задавайте ему их. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...